У нас на смарт достаточно широкий ассортимент мембранных тканей. Они все работают прекрасно, но не всегда подходят под требования сухих костюмов. Вот, например, здесь у нас в образце висят двухслойка, априори не подходит под сухой костюм. Здесь трехслойки, но они очень тонкие и давление они держат небольшое. Очень подходит для курток, курточной ткани. Потом, ну, здесь вообще не мембранки, здесь ПУшки. Опять мембранки, но ужасные цвета и тоже плотность не та абсолютно. В общем, найти ткань для сухого костюма это непросто. Такой мы сделали как-то один раз костюмчик. Флюоресцентно-зеленый. Кстати, какие цвета можно купить. Наши запасы флиса. Повартак. С одной стороны он ладенький, а с внутренней стороны мохнатенький. Для того, чтобы было тепло. Вот такой олива. У нас ее еще много и у меня изотельник такого цвета. Я обычно катаюсь. Прямо с этого рулона отрезали. Пойдем другие покажу. Часть запасов флиса у нас лежит здесь, в мастерской. Что-то лежит на складе у швей. Иногда вот этот белый. Коралл, по-моему, это. Баздо. Брюза. Ну и другие цвета. Они постоянно уходят, приходят. Таким у нас не меняются. И цвета изотермика и термобелья не всегда постоянные. Все течет. Классическая вот слойка. Вот здесь видно очень хорошо эту сеточку для блендинга. Которую наносят как защитный слой мембранный. Как третий слой мембранной ткани. Вот она приклеена. Вот мембрана. Отходит от базы. Вот мембрана. Она приклеена к сеточке. Но на самом деле это три разных слоя. Вот. Все прекрасно видно. На краю просто очень плохо проклеиваются. И поэтому, как правило, пять сантиметров это брак. Перекрытие пять сантиметров. Мы никогда не используем пять сантиметров с краю. Потому что они, как правило, плохого качества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова